здравствуйте здравствуйте и процветайте дорогие человеки земли на канале раиса горяченко дача сад огород и цветы очень важная тема посвящена второму хлебу и этот второй хлеб сегодня имеет название картофель синеглазка его я приобрела на рынке совершенно случайно из института венецкого который занимается картофелем была машина и я там увидела вот этот сорт в нашем регионе его очень редко выращивают но вот мне попал такой сорт и я его посадила в первый год я выделила место там где был добавлен в наш грунт песок и получился довольно таки крупный картофель в этом году чуть чуть помельче но я обязательно этому картофелю оставляю одну грядку этот картофель мне нравится прекрасным видом зеленый красивый и это неспроста ведь это гибрид нескольких форм культурного картофеля с дикорастущим а дикорастущий как раз такой темно зеленый устойчивый картофель и этот картофель довольно таки старый он выведен в конце 1940 годов и зарегистрирован под номером таким интересным 15555 и его вывел и селекционер домен в институте крахмала продуктов и к сожалению после испытаний его признали бесперспективным основная причина по информации которая у меня есть это было плохое хранение я думаю что плохое хранение у него получается из-за того что если хранить его насыпью и в больших объемах то конечно доступа воздуха нету и получается что вот они они имеют форму вот такую овальную и имеет форму приплюснутой поэтому вот этот картофель получается что он лежит друг на дружке и поэтому плохо хранится но я храню в ящиках и никаких у меня претензий к этому картофелю нет абсолютно он мне нравится тем что он такой вот разваристый очень я его использую для первых блюд большой процент крахмала довольно такие вот белый красивый картофель вот в разрезе он такой красивый замечательный картофель не готовлю пюре потому что рассыпается разваривается картошечка и очень хорошо печь его раскрывается в микроволновке словно бы цветочек чем он еще хорош что он очень устойчив против заболевания видимо вот это качество было именно взято от дикорастущих форм картофеля которые как раз наиболее устойчивы к заболеваниям он устойчив к фитофторе его не берет она прекрасно себя чувствует даже в дожди и прохладу он устойчив к картофельному раку к парше к ряду вирусных заболеваний а также к нематоде это очень хорошая характеристика и практически у нас только картофельная моль его поражает потому что это небольшом количестве не знаю чем это связано там скорее всего росли как раз рядышком бархатцы возможно это сыграло свою роль и его мало повредила картофельная моль в кусте не так очень много картушин 8 10 вес такой вот средний 150 граммов 200 граммов в прошлом году были и объекты такие картофельные которые при взвешивании показали нам 250 280 граммов это очень хорошо высокое содержание крахмала позволяет готовить прекрасный борщ суп но борщ изумительный получается благодаря тому что высокое содержание крахмала высокое содержание белка здесь же витамины группы b и минеральной соли дают такой вот очень насыщенный вкус борща и он такой насыщенный приятный нежный вот эта рассыпчатая картошечка очень нам нравится ну вот в этом году получилось что не только этот картофель но и другие картофелины были другой картофель другие сорта были посажены в период когда еще почва очень плохо прогрелась а вот этому картофелю нужны определенные температурные условия почва на глубине 10 сантиметров должна прогреться уже 8 и выше градусов а среднесуточная температура должна быть выше 10 градусов я высадила его на убывающей луне в моем любимом знаке козерог 7 апреля урожай конечно хороший замечательный я его обязательно хочу сохранить довольно таки новые для меня и вот ящичек уже подготовлен обязательно снова на целый ряд семена уже готовы они уже сейчас будут выставлены на озеленение и вот этот картофель снова займет у нас свое место обязательно для того чтобы готовить очень вкусные и такие обалденно насыщенные с приятным нежным вкусом борщи но и супы тоже раиса горяченко рассказывала о картофеле синеглазка который также растет и на юге на крайнем юге украины в суглинках но суглинки которые в которые добавлены добавлены не хотя бы немного песка потому что этот картофель любит рыхлую песчаную землю но и у нас он прекрасно себя показывает выдерживает все превратности нашей погоды климатические вот эти качели и этот картофель также будет в следующем году занимать определенное место на нашем огороде желаю вам всего самого-самого доброго хорошего урожая и самого-самого лучшего вам урожая всего что вы посадите на своем огороде